Доброе утро, дорогие друзья! В общем-то, сегодня с утреца пораньше решили, почему бы не поехать на водопады. Заодно заехать в исторический центр другого города. Там можно покулять, плюс там открылась кофейня, про которую я вам рассказывал. Которая была закрыта на карантине, но одна из самых прикольных, которые я видел. В общем-то, там всё находится рядом, поэтому сделаем всё одним махом. Это поворот. Блинчик за мной приехала забрать. Вот это благородный поступок. Тут были где-то, сколько, две или три недели назад, всё было закрыто. Вы посмотрите, во-первых, сколько машин, всё пооткрывалось. Они поделали новые ремонты много где. И снова всё зажило. А этот Range Rover здесь стоит уже третий месяц, продаётся. В последний раз, когда я здесь был давным-давно, он до сих пор здесь стоит. И мы идём в ту самую кофейню, в которой тоже давным-давно показывал. Да и недавно показывал, она была закрыта. В общем-то, они внутри ещё закрыты, потому что коронавирус и все дела. Но снаружи открыли, потому что свежий воздух и всё прочее. Или подождите, или внутри тоже открылись. Вот это поворот. Смотрите, место классное. Люди сидят, особенно в субботу. Чилят себе, отдыхают вон на балкончике, на веранде. И вообще здесь, смотрите, прикольно выйти погулять. Знаменитая стена, с которой все фоткаются. Ага, он ещё цену не пишет. А, пишет 14 тысяч. Мне интересен пробег. Если пробег сотка, то можно добавить буквально 10 тысяч и купить уже новое поколение. За такие деньги его никто не купит. Пробега 155. За 14 он его не продаст. 8-7 тысяч. Вот это оптимально. А теперь едем на Дамбу. Она здесь относительно недалеко. Буквально 8 миль. Вот. Я, по-моему, там когда-то давно был. Это тот зелёный мост, на который мы пару раз с вами ездили. Вот мы были и на этой стороне, и на той стороне. Вот нам нужно куда-то прямо. Я, насколько понимаю, наверное, чуть ниже на уровень. И там, где Дамба. Потому что мост находится прямо на возвышении огромном. Как бы там видно, что закрыли проезд. Сейчас надо посмотреть по карте, куда нам можно ехать. Где нам можно развернуться. И во сколько мы приедем, если ехать куда-то дальше. Если смотреть на карту, выглядит так, как будто с другой стороны к нему не подобраться. Ну, точнее, можно как-то... А, ну всё, здесь как бы непробираемый лес. Это единственный вариант. И чтобы к нему добраться, мы должны были вот повернуть налево здесь. А там стоит рейнджер и говорит no way. И вот это единственная дорога, к которой можно оттуда добраться. Больше никак. Может, там какие-то работы, может, Дамба прорвало, не знаю. Немного другая получается, к сожалению. Но поменьше, но хоть какая-то Дамба. Короче, смотрите. Вот нам куда-то туда пешком идти. Смотрите, никого здесь нету, ни одной машины. Я даже не знаю, можно ли здесь парковаться. Вон колючая проволока. Я думаю, нам надо куда-то отъехать, где есть хоть какая-то человеческая парковка. Мы припарковались в каком-то хранилище, где вы, короче, оставляете вещи, там все дела. И идем на Дамб. Пойдемте тут идти 3 минуты практически. Я надеюсь, я здесь никогда не был. Писано, пистолеты с собой приносить нельзя. А, видимо, люди сюда приезжают пострелять, потому что вы считаете, стреляете в никуда. Достаточно ли вот эта вот колючая проволока убедительна для того, чтобы нас держать. Но и вправду открыто. Смотрите, никакого замка. Тут что-то и с самой Дамбой не сложилось. Это уже давно не Дамба, а просто водохранилище. С Димой, Вася, серым Лексусом. Короче, со всеми едем в Дачброс, там встречаемся и пилим дальше. Потому что здесь, как вы видите, Дамба вяленькая. На картинках она была еще лучше. Но это, видимо, когда в сезон дождей, когда она наполняется. Сейчас что-то вообще грустно с Дамбой. И шо ты? А ты шо? А ты шо? А ты шо? А ты шо? Мы приехали за мороженым, где ел Обама. Делим мороженое, едем обратно. Вася оставил там машину. Потом серый Лексус подтянется. Оказывается, серый продал Лексус. Вот, поэтому он уже не серый Лексус. Но у него оставалась Кемри. И вот он сказал, поедет поменять машину. Мы предполагаем, что это типа как бы сюрприз. Он никому не показывал новую машину, которую купил. Вот, поэтому сейчас посмотрим. Он очень хотел Infiniti G37, которая типа валит. Хоть она и старенькая, и в салоне такое себе. Главное, что валит. Вот, посмотрим. Было как? Лексус сказал, что ему нужно вернуться домой. Поэтому он пока никуда не едет. Вон, Вася поедет, его заберет с дома. Потому что ему там надо родителям вроде машину отдать. А мы едем за булочками и сосисками, получается. Вот, и поедем на костер. Булочки у нас есть. Вот сосиски. Надо выбрать каких-то хороших. Давай, закрывай глаза на ощупь. Дима забирает машину и едем жарить сосисоны. Еще Васюмба сюда подтянется. Они еще возьмут другой еды всякой. Ага, платить надо, да? Дима не хочет платить, я уверен. На этом пляже прикол в том, что через час с копейками они закрываются. Вот. И вы можете бесплатно проехать, как обычно мы жарим костер. Сегодня мы чуть рано, в 5 часов. И получается, что прикол такой, что типа если Дима, мы, Вася и все остальные едем, то там с каждого по 12 или по 15 долларов за парковку, и со всех чуть ли не 40-50 баксов собирают. А зачем нам это, если мы можем припарковаться просто? Мы нашли, где нет надписи no parking и припарковались где-то на нейтральной территории. Соседям мы не мешаем, у них свои два гаража, плюс заезд снаружи. Поэтому, короче, пилим пешком, потому что нет смысла. Через час они закрываются и так, и так. Через час кому-то одному просто вернуться за тачкой и все, и всех подходить. Кстати, можно, да. Или Вася как раз подъедет он в то время. Такая вот пешеходная тропинка, не обязательно заезжать вовнутрь. Просто оно в целом предназначено, вы платите, если у вас лодка или что-то такое. А мы так чисто пешеходники. Особенно нет смысла платить за час парковки, понимаешь? На костру все готово. Палка для сосисок есть. Локация вроде бы наша, на которой мы обычно свободно. Интересно, после нас, но многие увидели, прямо уже начали новые-новые очки. Вон даже люди новые разжигают на нашем месте старом. Вот. А здесь уже как бы тоже есть подготовленное. Здесь и посидеть можно, и на пляж посмотреть. Ну смотрите, горение пошло, отлично. Максимально подготовлены булочки, две пачки сосисок, конфеты, напитки. Да? Не, в этот раз прям классно-классно. Соусы, точняк, Вася сейчас соусы привезет. И что ты? А где ты сосиску нашел? Ну шоу по дороге, как шоу. Пучих в крыль. И как вам сосиски? Знаешь. Пока что никак, знаешь? Знаешь, не вижу пока. Вкус еще не попробовали. А вот заточки делаем классно. Обращайтесь. О, бабушка-ракета. Пожарили. Уплываем? Да. На Туле уплываем. Примерно в ту сторону. Сейчас заберу Тойоту, чтобы вечером никто не подвозил. Вот. И подтулим чуть-чуть дальше. Сейчас, наверное, в апартментах еще посидим. Вот. И тоже будем разъезжаться по домам. Друзья, кстати, не забывайте, что совсем скоро пройдет новый поток моего курса, где я вас научу, как правильно снимать, оптимизировать, продвигать видео, потому что и даже если вы снимаете качественный контент, его нужно уметь продвигать, привлекать аудиторию и зарабатывать на вашем YouTube-канале. Первую неделю продаж ты можешь успеть купить по максимальной скидке, потому что чем ближе к курсу, тем выше поднимается цена. Ты получишь трехчасовой вебинар, доступ в закрытый чат Telegram со мной, где участники и я в том числе сможем общаться и обмениваться информацией, чек-лист по оптимизации и готовый шаблон дизайна для твоего YouTube-канала. Так что на твоем бы месте я, не раздумывая, переходил по ссылке в описании и записывался на новый поток курса. Кстати, если вы не сможете присутствовать онлайн, мы с радостью отправим вам запись. Смотрите, снова такие вот полицейские полицейскими, но поехали с линии в линию бесповоротника, превышают сейчас прилично, на миль 15-20, что равняется штрафу примерно в 350, может 400 долларов. Вот такой вот прикол, вот вам и полицейские. Ездят как обычные люди, хотя если увидят тех, кто ездит как они, штрафуют. Что за несправедливость. Доброе утро, дорогие друзья. Вчера я узнал классную новость. Сеть спортзалов, в которую я хожу, одна из первых открывает свои залы. Естественно, с определенными ограничениями, типа беговая дорожка один через один. Но все же они открыли половину залов. Поэтому довольный еду в зал. Мне сейчас интересно, либо там сейчас вообще нет людей, потому что все настолько отвыкли ходить в зал, и не все знают, что они открылись. Либо там целое поле людей, потому что все очень давно не ходили в зал, и вот как бы надо восстанавливаться, все дела. Но, тем не менее, новость про открытие залов классная. У меня возле дома есть, прям, не знаю, минуты 4 ехать на машине один. До этого ехать 7 минут, тоже супер близко. Вот, но тот, который возле дома закрытый, мы поворачиваем сюда. Вот он где-то здесь, но я не знаю, где точно. Я здесь ни разу не был. Если это так, то смотрите, здесь мало людей очень. Прикиньте, это реально он. И здесь он огромный. С бассейном совсем. Вот это комплекс. Вот это реально классно. Пойдемте чекать, что у нас, где и когда. Офигенное место, я вам скажу. Короче, сказали гуляй полем, потому что сколько времени? 1.40, с 1.30 до 2.30 они закрыты на полную уборку всего. Вот, то, что я вам говорил, открылись, но с новыми мерами. И он говорит, я никого не могу запустить, поэтому мне нужно где-то побродить 50 минут и вернуться сюда обратно. Поездил по делам немного. Сейчас 2.15, то есть через 15 минут меня уже смогут запустить. Я тут прям по месту, мне туда ехать 3-4 минуты. Придется подождать всего, наверное, минут 10. И меня благополучно впустят. Вроде бы как открыли, первые люди пошли. Я думаю, мне тоже можно. Начнем, собственно говоря, с небольшой пробежечки размяться. Сегодня вообще будет такой полупробный, потому что давно уже сколько, 2 месяца, наверное, не ходил. Карантин, все дела. Вот, а потом пойдем еще что-то поделаем. Посмотрим. Сегодня так, комплексный лайт. Несмотря на то, что сегодня лайтовая тренировка, подзабились руки, подзабились ноги. Но это, так сказать, признак хорошей тренировки. Несмотря на то, что сегодня решил не нагружать, потому что завтра наверняка будет крепатура из-за отсутствия тренировок. Что мы только половину карантина бегали, наверное, и все. А на руки ничего не делали, поэтому чувствую завтра крепатура будет в любом исходе. А сейчас еду домой, принимаю душ, и Никита, и Дима, короче, все хотят погулять и в мол поехать везде. Меня звали, а я говорю, а я в зале. Поэтому так. Надо сейчас поесть, собраться и выдвигаться. Мы с вами отчаянная братва. Едем к Никите и Илюхе. Туда же едет Дима в мол. В общем-то, Никита говорит, что-то только что обманули Илюху. После чего он повесил трубку. На таком, так сказать, самом интересном моменте. Но ясно, в моле очень много людей. Ну, потому что, прикиньте, люди не покупали новых вещей и всего прочего сколько времени? Ну, 2-3 месяца, да, пока длился карантин? И для многих это даже не просто по приколу пройтись погуляться по молу. Для многих нужно купить вещей. Но все равно есть единичные места. Вот все забито, оп, и здесь вот есть кармашек для меня. Поэтому супер-проблемы нет. В Диме очередь с улицы. Реально с улицы возле магазина. Вы посмотрите на все магазины. Очередь на выход с магазина, а с Эйчей Дима вообще, я не знаю, 40 минут люди ждут просто, чтобы войти. Илюха с Никитой где-то внутри стоят. Ждут уже долгое время. Ну как, точнее, я думаю, отстояли очередь, отстояли очередь на кассе. И сейчас, говорят, скоро выходят. Но я им звонил час назад, они все еще в очереди стояли. Прикиньте, я успел поесть, приехать со спортзала, ходить в душ, созвониться с ними, собраться, приехать сюда, и они все еще стоят в очереди. И как вам стоять сейчас в очереди? Очень классно, моё байк. Понравилось? Мы закупились в Лос-Анджелесу. Окей, в Лос-Анджелесу-то мы закупились. Две футболки и панамки. Смотрите, скупились нормально. Илюху, короче, обманули. Он пытается вернуть, он у ребят, там, где чистят обувь. У него все это есть, поминально. Я у него спросила, мне вот эту штуку нациск. Говорит, у нас ее нету, один раз тут. Говорит, точно? Говорит, да, точно. Я не хочу целом на паркурку. Ага. Я тем еще сделала скидку 50%. Ну ладно, хорошо. Не сделал скидку? Сделал скидку, я захожу на сайт, принялся туда, чтобы за 15 раз. Или футболку, или шорты какие-то найти. Сейчас глянем. С шортами дефицит, проблема. Купил только футболку. Одну прикольную. Вот, и то, здесь просто очереди огромной не было. Так мы зашли, ну, как, плюс-минус небольшая была. Уже где-то Никита с Илюхой припарковались, и Дима тоже. Диму подвожу, а они прошли пешком сразу мерить. Накупили и мерить. Не знаю, как так получилось. Может, они не меряли, чтобы не стоять в очереди, и сразу пошли на кассу. Ну, так вот у нас получается. Но мы едем к ним. Они хотят поехать к Илюхе, может, посмотреть фильм. Но такая прекрасная погода на улице. Вот сколько? 87 по Фаренгейту, что примерно 25, 26, 27 градусов по Цельсию. И не супер-супер жарко, и не холодно. Можно куда-то поехать почилить. А они предлагают поехать посмотреть кино у Илюхи дома. Вот я вижу и Никиту. Дима припарковался на парковке, в которой я второй раз в жизни. И что самое интересное, забыл, где она находится. Мы только что 15 минут ездили и искали, где она. Ничего лучше, кроме как поехать на кино к Илюхе не нашли. У нас у всех есть в зал вот эти вот, как его, мембершипы. Могли поехать в зал в бассейн, но снова таки. Я сегодня не смотрел. Я думаю, залы открыли, но бассейны все еще закрыты. Потому что если тренажеры, они чистят от всех микробов все дела, сейчас особенно, то в случае с бассейном, я не знаю, типа, больше хлорки добавлять. Не думаю, что вариант. Поэтому мы предполагаем, что они закрыты. И как результат, почти никуда не съезжаешь. И уже 6 часов. Мы еще вечером поедем на закат, но не прямо сейчас. Потому что это будет где-то через 2,5 часа. Когда-то остановились или за едой, или чего-то такого плана. Поэтому мы с Димой даже раньше Илюхе к нему уже домой, что самое интересное. Давно я у Илюхи не был. Давно. Обращались с ребятами, я же вам говорил, фильм смотреть, то такое. Сели, когда на улице такая погода. Мы сейчас с Димой едем в Таргет. Там берем какой-то еды. Я позже заезжаю за Алиной и едем на красивую гору. И что-то я чувствую, мы не успеваем на закат-закат. Потому что 8.24, типа закат через 10 минут. Мне только 10 минут ехать до Алины. И потом 20 минут на место. Я чувствую, мы попадем на такой поздний-поздний закатище. Придумал Дима классно, но заката уже практически нет. И нам ехать, ну типа 5-7 минут и все. Ну, чисто теоретически, хотя бы на ночной город посмотрим. А мы успели на чуть-чуть. Как раз оранжевый закат. Люди начинают свет включать в домах. Смотрите, вот там вот дальше плаза какая-то красивая. Что там? Плаза? Вот, или это отель. Но, в общем-то, светится красиво. А там другая часть города с вышками. Думали, что мы их потеряли. Мы им не скинули эту локацию. Говорю, Дима, ты где? Я где-то. И мы нашли друг друга. Дима, мы с тобой так и познакомились. Не кто-то нас познакомил, а по зову сердца. Тренджер здесь нельзя, насколько понимаю, уже сидеть. Проехал с мигалкой. С мигалками едет обратно. Вон, смотрите, проезжает нас. Увидели. Остановился. Нет. Все к нам пойдут. Дима нас депортирует, я не хочу в Украину. О, поехали. Коп идет пешком. Смотрели. Топаем обратно. Здесь вообще никого не осталось. Мы последние. Да, Дмитрий? Да. Едем отсюда обратно. Каждый раз запутанная дорога, потому что здесь вот дома, огромные особняки. Кстати, это, ну, очень-очень дорогой район. Я думаю, им надоедает от такого большого количества туристов. Но вот вы посмотрите на этот дом. Он точно стоит, ну, миллион, два, три доллара. Вы посмотрите на этот особнячища. И тут все такие. Забросил Алину поздний час. Пилим с вами монтировать этот же влог. Товарищи дома. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Данил Пай. Всем пока-пока.